В Республике Проша трёхдневная избирательная кампания. Выборы состоялись и отметились высокой явкой и отсутствием серьёзных нарушений. Голосование – это почётный гражданский долг и яркое культурное событие. Активное участие в голосовании на выборах приняли и жители Карачаевска. Объявлены официальные итоги выборов. По результатам наибольшее количество голосов набрал кандидат от «Единой России» Султан Устенов. Оказание первой медпомощи, тематические испытания по правилам дорожного движения прошёл оригинальный этап конкурса «Безопасное колесо». Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Ченкёзов. Завершилось трёхдневное голосование под довыбором депутата Государственной думы от Карачаева-Черкесии. Как отметили эксперты и общественные наблюдатели, всё было организовано на хорошем уровне, с высокой явкой и отсутствием серьёзных нарушений. В последний день свой выбор сделал и глава республики Рашид Тимрезов. О том, какими запомнятся выборы 2023, в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Выборы 2023 можно считать частью истории. И хотя на момент подготовки сюжета итоги голосования по определению представителя Карачаева-Черкесии в Нижней Палате Федерального Парламента ещё не были подведены, саму организацию в регионе трёхдневных выборов стоит признать качественной и успешной. С самого начала политологи и общественные наблюдатели следили за тем, что происходило на всех избирательных участках и отмечали как высокую активность населения, так и отсутствие каких-либо нарушений. Так, позитивное настроение жителей Черкесской чувствовалось чуть ли не в каждом месте, где проходило голосование. Где-то люди приходили в национальных костюмах, на других участках для горожан устраивали небольшие представления. Организаторы постарались создать праздничное настроение, которое передавалось бы и приходящим гражданам. Первые два дня очень хорошая высокоявка была, особенно в первой половине, где-то часов до двух, до трёх. Избиратели идут разных возрастов, и молодёжь, и более старшее поколение, с детьми. В общем-то, всё очень доброжелательно, спокойно голосуют, всё хорошо. Мобильный уик в этом году – это новшество с Москвы. Нас обучали членов комиссии. Девочки ходили целый месяц. Две волны была. Первая волна – две недели, и потом вторая – тоже непосредственно перед выборами. Ну, тоже, в общем-то, более-менее спокойно люди реагировали. Каких-то эксцессов лично на нашем участке недовольств сильных так не было. Представители разных поколений, сфер деятельности, интересов. У каждого были свои причины, чтобы посетить избирательный участок. Но оставляя отметку на бланке, люди надеются, что окончательный выбор народного избранника в Государственной Думе будет сделан в пользу того, кто проявит инициативу и неравнодушно относится к своим обязанностям. Мы должны все вместе, несмотря ни на какие сложности, работать на благо и на процветание нашей республики, наших людей, заботиться о жителях. И это роль и депутатов Госдумы, и депутатов парламента, городских, муниципальных, всех депутатов, которые взяли на себя ответственность представлять интересы людей. В завершающий день на избирательном участке проголосовал и глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов, который позже отметил, что считает выборы важной частью общественно-политической жизни и республики, и страны в целом. Он поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к будущему. 10 сентября ровно в 8 часов вечера были закрыты все участки для голосования. Начался важнейший период подсчёта голосов. Где-то в этом помогала автоматизированная система, на других учёт волеизъявления населения проводили члены комиссии. Результаты голосования стекались в избирком Карачао-Черкесии, который и подвёл черту под выборами 2023. Артур Мухця, Олег Малхожев, Вести, Карачао-Черкесия. Активное участие в голосовании на выборах приняли жители Карачаевска. На всех избирательных участках представители всех возрастов. Отдавая свой голос, отмечали, что будущее в их руках. О том, как проходили выборы в Карачаевском городском округе, узнавал Алихан Лепшоков. С раннего утра в избирательном участке номер 66, находящейся на базе первой школы Карачаевска-Многолютно, Шамиль Узденов вместе со своей дочкой пришёл на выборы. «Для меня участие в голосовании – это мой долг. И считаю, что каждый должен осознавать ответственность за наше будущее», – отметил он. «Многие, спустя рукава, к этому относятся, но каждый на своём месте должен сделать свой выбор. Я хочу, чтобы подрастающее поколение жило в прекрасной стране. Я из того поколения, которое вырос в Советском Союзе, перемены 90-х повидал. А сейчас подрастающая молодёжь даже не знает, как может быть худ плохо. Так что вот сейчас живём, слава Богу, ни в чём не нуждаемся. Ну, всегда какие-то трудности бывают, не без этого, но всё познаётся в сравнении». По словам председателя избирательного участка, голосование прошло в штатном режиме без нарушений. Важно отметить, что здесь очень доброжелательная атмосфера и организовано всё для безопасности граждан. «Проходит последний день голосования из трёхдневного срока. Выборы проходят активно. Граждане, проживающие на нашем избирательном участке, проявляют высокую степень ответственности, доверяя тем самым нашему руководству. Мы надеемся на благополучный исход сегодняшнего дня». Настоящая праздничная атмосфера царила на 65-м избирательном участке, находящегося на базе Центра культурного развития имени Кайсена Кулиева. Артисты отдела культуры Карачаевска встречали избирателей яркой музыкальной программой. «Обязательно надо выбрать человека, чтобы он заботился о людях». «Выборы заключаются в том, что желание всех людей, не одного-двух человек, а всех берётся». Избирательный участок посетил мэр Карачаевска Марат Урусов. Он отметил, что жители, вооружившись хорошим настроением, идут на выборы. В течение этих трёх дней администрация городского округа постаралась, чтобы избиратели могли комфортно выполнить свой гражданский долг. «В целом всё идёт в штатном режиме, никаких жалоб не было. Народ настроен позитивно, посещаемость стабильная, высокая. На всех участках организовали праздничные мероприятия, чтобы показать людям, что выборы – это своего рода праздник. У нас работают в певце отдела культуры города Карачаевска на разных участках, причём как бы одновременно». А вот так весело и вкусно проходили выборы на избирательном участке, который расположился в здании Качагу имени Умара Алиева. Здесь каждый мог выпить горячий чай из самого большого самовара ручной работы, вместительностью 64 литра. Избиратели, отдав голоса своего кандидата, наслаждались во дворе университета чайпитием и весёлой музыкой. Али Ханепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии, Софья Юсуповна Барлакова, также выразила свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании по выборам депутата Государственной Думы России 8-го СОСЫВА по Карачаево-Черкесскому антомандатному избирательному округу номер 16. Софья Юсуповна за свою жизнь, а ей сейчас 99 лет, голосовала уже десятки раз и считает, что свой выбор нужно делать обязательно. «Принимая участие в выборах, вы демонстрируете своим детям и всей молодёжи, что это важно и что каждый имеет право на голос принятия решения о будущем страны. Они должны увидеть, что их голос имеет значение и может повлиять на то, как будут жить их дети и внуки», отметила педагог. Большим и ярким событием стали выборы в Карачаевском районе. В высокогорном ауле Учкулан жители шли на выборы как на праздник. Под живую музыку в национальных костюмах избиратели активно исполнили свой гражданский долг. Старейшины аула Каменомост, троженики тыла и бойцы, вернувшиеся с зоны проведения специальной военной операции, пришли на участки в хорошем расположении духа. Трёхдневное голосование сопровождалось танцами, песнями и прекрасным настроением. Перед избирательным участком организовали той. Не удержавшись, долгожители пустились в пляс. Выпавший в горах снег не повлиял на настрой молодых людей из Верхней Моры. Несмотря на погодные условия, в субботу джигиты посетили избирательный участок номер 140 на лошадях карачаевской породы и сделали свой выбор в пользу будущего нашей страны. И сегодня объявлены итоги голосования. На довыборах депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу номер 16 Карачаева Черкесии по итогам обработки протоколов за 8, 9 и 10 сентября явка избирателей по республике составила более 70%. Председатель избирательной комиссии Лариса Базалиева отметила, что за три дня голосования жалоб и нарушений не выявлено. По результатам наибольшее количество голосов набрал кандидат от «Единой России» Султан Узденов. За него проголосовали чуть более 71% избирателей, а это 148 692 человека. На втором месте Кемал Беттаев от партии КПРФ. Заур Акбашев, который представляет партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду» на третьем. На четвертой позиции Олег Жедяев от ЛДПР. И на пятом Ахмед Абазов, представитель партии «Яблоко». Признать дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 16-му одномандатному округу состоявшимися и результаты выборов действительными. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва зарегистрированного кандидата Узденова Султана Джошарбековича, получившего наибольшее количество голосов избирателей. Голоса избирателей за остальных кандидатов распределились следующим образом. Абазов Ахмед Назирович – 3213 голосов, это 1,54%. Акбашев Зоор Магомедович – 16280 голосов, 7,79%. Батаев Кемал Курманович – 13,03% от голосовавших по республике, что составляет 27216 человек. И Жидяев Олег Евгеньевич – 13180 человек отдали ему свои голоса, что составляет 6,31%. Сотрудники Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике совместно с Министерством образования и науки провели на базе Центра развития номер 11 Черкеска региональный этап конкурса «Безопасное колесо». В нем приняли участие команды юных инспекторов дорожного движения из общеобразовательных учреждений Карачаева-Черкесии, победившие ранее на районном этапе конкурса. Ребята демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, рассказывали правила дорожного движения и проходили тематические испытания. Подробности смотрите далее. Азартные состязания, новые знакомства и получение ключевых навыков, которые помогут школьникам стать законопослушными участниками дорожного движения – все это про конкурс «Безопасное колесо». Всероссийский конкурс и его региональные этапы проводятся ежегодно, и основной целью его проведения является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения. Подобного рода мероприятия, которые мы проводим, в том числе вот этот конкурс, конечно же, он способствует тому, чтобы детишки у нас повышали уровень самосознания, повышали уровень знаний касаемо правил дорожного движения, и уже в каких-то тех или иных дорожных ситуациях они уже будут знать, как себя вести. Если мы берем элементарно же вот этот конкурс вождения фигурного, есть определенные ситуации, из которых необходимо выходить. Где-то они могут, допустим, ошибиться и уже в дальнейшем где-то справляются. Ну, то есть есть такие моменты, которые и в жизни пригодятся в дальнейшем. То есть где-то приходится уже учиться и на своих ошибках. Касаемо теории ПДД, естественно, понятное дело, что детки все у нас готовились, изучали какие-то определенные моменты, которые, согласно законодательству Российской Федерации, где-то уже будут их применять, будут между собой соревноваться. И сам факт соревновательный вот этот момент тоже подстегивает детей. Они, конечно же, будут делать все для того, чтобы свои знания вот эти в дальнейшем тоже повышать. И мы, естественно, будем на постоянной основе делать так, чтобы вот проведение этого конкурса у нас улучшалось, и детям было все интереснее участвовать в них. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие детские команды из районов республики. Юные инспекторы прошли несколько этапов состязаний. Программа мероприятия включает в себя экзамен по знанию правил дорожного движения, тест по оказанию первой медицинской помощи, автогородок, велополосу препятствий на время, командное решение задач «Безопасный путь домой» и творческий конкурс. Ежегодно региональный этап конкурса «Безопасное колесо» проходит на базе городской пилотной площадки по изучению правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году у нас участвуют семь команд с семи районов Карачаева-Черкесской республики. В команду составляет четыре участника, две девочки и два мальчика в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс «Безопасное колесо» проводится в четыре станции. Это теория медицины, теория правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда и творческий этап конкурса. В этом году движение «ЮИД» отмечает свой юбилей, 50-летие. И как раз конкурс «Безопасное колесо» тематически приурочен к 50-летию «ЮИД». Участники конкурса на каждом этапе показали хороший уровень подготовки и командный дух. По итогам всех этапов состязаний лучший результат показала команда школы номер 11 республиканской столицы. Они и поедут на финальный этап всероссийского конкурса, который пройдет 30 сентября в Анапе Краснодарского края. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите рубрику «Сила права» с участием представителей прокуратуры. Слово Белли Джазаевы. Продолжение следует...